Дорогие друзья, не так давно я показывала вам Дворец Барберини и его постоянную коллекцию. Сейчас я вновь вернулась во Дворец Барберини, но на выставку, посвященную папе Урбану Восьмому, которая проходит с 18 марта по 30 июля 2023 года. Впервые за долгое время, благодаря выставке, шедевры, которые украшали роскошную семейную резиденцию Урбана Восьмого, построенную напротив Кверинальского дворца, снова воссоединились во Дворце Барберини. На выставке выставлены экспонаты из коллекции музея Барберини и 40 были привезены из престижных итальянских и зарубежных музеев и частных коллекций, таких как музей Капо-де-Монте-Ниаполи, галерея Спада, капиталистские музеи Рим, музей Ватикана, шедевры из музеев Лувра, Нью-Йорка. Вы представляете, сколько здесь шедевров на одной выставке? Давайте вместе пройдем и полюбуемся этой красотой. Маршрут выставки разделен на 12 разделов. Первый раздел посвящен Мафео Барберини. Здесь выставлены бюсты и некоторые работы из его личной коллекции, которые подсказывают нам, что еще будучи кардиналом, он был утонченным любителем искусства. Святой Себастьян – это ранняя скульптура Бернини. Он изображает святого мученика святого Себастьяна, приколотого к дереву. Его тело пронизано стрелами. Тело святого было найдено внутри клоаки Массима. Клоака Массима – это самая большая и древняя канализация Рима. Высота скульптуры небольшая, всего 98 сантиметров. Приблизительно она была сделана в 1617 году, когда Бернини было 19 лет. На выставку эту скульптуру привезли из Мадрида. Форма тела напоминает нам сходство с образом Христа в скульптуре Пьета Микеланджело, которая сейчас находится в соборе святого Петра. И неудивительно, искусство Микеланджело было для многих скульпторов источником вдохновения. В этом же зале находится картина «Святой Себастьян, брошенный в клоаку Массима», автор Людовико Карачи. Наверное, в каждом музее можно встретить картины и скульптуры, посвященные святому Себастьяну. В эпоху Возрождения этот сюжет уступал разве что только Мадонне с младенцем. В эпоху Возрождения чуть ли не каждый художник изображал этого святого. Себастьян был воином, отличился отвагой и вскоре стал одним из фаворитов императора Диоклетиана. Себастьян был в тайне христианином и сумел обратить более полутора тысяч человек в христианство. За это его арестовали по приказу императора, привязали к столбу, произвели несколько выстрелов из лука и со стрелами в теле оставили умирать. Ночью молодая христианка пришла, чтобы забрать тело, но увидела, что Себастьян жив, забрала его и вылечила. Исцелившийся Себастьян встал однажды на пути императора и упрекнул его в жестокости по отношению к христианам. Император Диоклетиан, увидев Себастьяна, немного растерялся. «Так это ты, Себастьян, которого я недавно приказал пронзить стрелами!» Себастьян ответил. «Да, это я!» «Бог даровал мне жизнь для того, чтобы я смог обвинить тебя в жестокости!» Тогда император Диоклетиан приказал арестовать Себастьяна, забить палками до смерти и выкинуть тело в канализацию Рима – Клуако Массима. Жертвоприношение Исаака Караваджо была привезена из галереи Уфицы. Караваджо изобразил тот момент, когда Авраам собирается принести в жертву собственного сына Исаака, чтобы доказать свою веру Богу. Согласно Библии, Бог приказал Аврааму принести своего сына в жертву. Авраам повиновался. Пришел на указанное Богом место, построил жертвенник, связал Исаака, положил его на жертвенник поверх дров и уже занес над ним нож – жертву надо было сначала заколоть, а потом сжечь. И в это время ангел призывает Авраама не делать этого и не поднимать руку на свое дитя. Вместо Исаака в жертву был принесен баран. Конечно же, смысл картины намного глубже, чем я рассказала. Толкование этой картины более глубокое и философское. Картина настолько переполнена эмоциями, что даже ангел выглядит обеспокоенным, а огнец – с тревожным взором. На лице Авраама отражается переживание и внутренняя борьба веры и отцовской любви. Триумфальное прибытие Клеопатрик Антонио. Автор этой работы – Мастилетта. Портрет Мафео Барберини. Работа Караваджо. Она датируется 1598 годом. На выставку эта картина была привезена из частной коллекции Флоренции. Этот портрет, видимо, был заказан самим Барберини. Он находился в собственности римской семьи даже после смерти Мафео. А затем картина перешла в флорентийской семье Корсини после браков к Барберини с Корсини. Игра света и тени – детали, которые повторяются в других картинах. Вот, например, ваза с цветами. Такая же ваза была в картине с лютнистом. Портрет кардинала Франческо Барберини. Бронзовая скульптура, автором которой является Франческо Мокки. Это статуя Карла Барберини – брата папы Урбана VIII. Если вы когда-нибудь видели скульптуры Франческо Мокки, то поймете, почему я так скурпулезно рассматриваю эту конную статую. Его скульптуры притягивают, их хочется рассматривать внимательно. Вот только жаль, что талантливый скульптор оказался в тени гения Бернини. И не всегда ему удавалось получить заказ, а потом и деньги за выполненную работу. На экскурсиях по Риму мы заходим в церковь Сан-Джованни Батиста де Фиорентини, где находятся его великолепные работы. Франческо Мокки был очень хорошим скульптором и находился в постоянном споре с Бернини, любимчиком пап, что и усложнило жизнь Франческо Мокки. Франческо Мокки Франческо Мокки Франческо Мокки был очень хорошим скульптором. Франческо Мокки был очень хорошим скульптором. У скульптора XVII века Джованни Ганелли из Гамбасси особая история. Он полностью ослеп, но продолжал создавать необыкновенные бюсты. Когда Джованни Ганелли было чуть за 20, художник заболел и постоянно начал терять зрение, пока не ослеп. Ухудшение зрительных способностей Джованни было постепенным и ускорилось после 30-летнего возраста. Он работал, слава его не уменьшилась, и в 1637 году он приехал в Рим, где ему довелось работать на папу Урбана VIII. Он сделал его бюст, который ныне находится в постоянной коллекции дворца Барберини. И именно в Риме были люди, кто не верил в то, что он был слепой и так искусно выполнял работы. Чтобы удостовериться в его слепоте, однажды в совершенно темной комнате его попросили сделать терракотовый бюст. И эта работа прекрасна. Она заслуживает больших похвал. О качестве работ Джованни Ганелли можно судить по бюсту Урбана VIII. Мог ли сделать слепой скульптор такой реалистичный бюст? Многие выдвигали гипотезу о том, что слепота скульптора не была полной. А некоторые считали, что художник просто скопировал аналогичный бюст, сделанный Джан Лоренцо Бернини, на который он на самом деле похож. Раздел «Фабрика святых». Здесь центральная тема – деятельность правления Папы Урбана VIII. За время правления Папы Урбана VIII состоялось 4 канонизации причисления к лику святых и 13 биотификации причисления к лику блаженных. Продолжение следует... Матильда Коноская, жившая в XI-XII веках, прославилась своим воинственным характером. В 1632 году по приказу Папы Урбана VIII ее тело было перенесено в Рим, сначала в замок святого ангела, а в 1645 году в базилику святого Петра. В соборе святого Петра похоронены три женщины Матильда Коноская, королева Швеции Кристина и польская принцесса Мария Сабеская. Римский художник XVII века запечатлел на картине закладку первого камня той самой церкви, где сейчас находится крипто-капуцинов. Слышали про такую? Холст документирует это событие. Папа Урбан VIII и его три брата были главными действующими лицами этого мероприятия. А на заднем плане виднеется дворец Барберини, в котором мы сейчас с вами находимся. Мученичество святого Эразма. Работа Пуссена была привезена из пинокотеки музеев Ватикана. Первое, что бросается в глаза, когда подходишь к картине, это яркие цвета, а потом уже начинаешь всматриваться в сюжет. Пуссен изобразил страшную сцену. Мы видим, что палачи вытягивают внутренности главного героя, наматывая их на лебедку. Страшная смерть за веру. Ангелы держат в руках пальмовую ветку. Это символ мученичества. Семья Барберини были неутомимыми коллекционерами своей эпохи. Богатство коллекции и размер были показателями престижа и ранга. Их коллекция превратила дворец в настоящий театр. Ослепительная форнарина Рафаэля. Это Маргарита Лути, дочь пекаря. Отсюда и прозвище. Форна, печь, форнарина. Как только Рафаэль увидел ее, он был поражен ее красотой. Она стала для него возлюбленной и его музой. Портрет пропитан чувствительностью, возвышенностью, земной реальностью и еще чем-то таким неуловимым. За форнариной, которая изображена в образе стыдливой Венеры, мы видим темный фон, состоящий из густого куста мирта. А мирт – это дерево семейного благополучия и счастья. Необычные детали на тюрбане, брошь с жемчужной подвеской. Это не только как дань уважения красивой девушке, а это еще относится к ее имени. На самом деле, Маргарита происходит от греческого термина, что означает «жемчуг» или «драгоценный камень». Аминь. Оставай. Аминь. 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 Одна из самых интересных работ на выставке для меня оказалась небольшая скульптура под названием «Пан отдыхающий» или «Пан лежащий». Она была создана в 1535 году итальянским мастером Франческо де Сангало. Скорее всего, когда-то эта скульптура была фонтаном. Посмотрите внимательно. В мешке под правой рукой Пана виднеется отверстие для воды. Пан лежит на каменистой ложе в окружении лиан, грозде винограда и скользкой саламандры. Вырезанный из мрамора сатир Пан – получеловек, полукозел из мифологии. Он был богом лесов, полей и стад. Еще он был известен своими развратными занятиями. Музыкальный инструмент в правой руке Пана – это намек на девушку, которая превратилась в тростниковую заросль, чтобы избежать нападок сатира. Франческо де Сангало вырезал эту скульптуру из переработанного куска древнего мрамора. Глядя на скульптуру сзади, все еще видны остатки древней резьбы. За головой в верхней части туловища можно обнаружить части складок и края одежды с римского рельефа II или III века. Глядя на скульптуру из переработанного куска древней резьбы. Глядя на скульптуру. Валентен де Булонь Валентен де Булонь, французский художник, написал картину «Самсон» специально для кардинала Франческо Барберини. Самсон был любимой библейской фигурой кардинала. Еврейский герой Соломон размышляет о своей победе, как ему ослиной челюстью удалось убить тысячу человек. Смерть германика Николя Пуссена – одна из самых известных работ французского художника. Она была выполнена по заказу кардинала Франческо Барберини. Николя Пуссен в своей работе показывает нам последние минуты германика римского полководца. Измученный бледный германик изображен в последние минуты своей жизни. Он отворачивает голову от толпы, которая его окружает. Он хочет остаться один в тишине. Окружающие же шумят, разговаривают. И германик показывает указательным пальцем на выход на доедливой толпе. Эта картина принадлежит коллекции дворца Барберини. Она была написана Ланфранко в честь орфиста, а потом музыкант завещал эту картину Антонио Барберини. Инструмент, с которым изображена Венера на картине, принадлежал семье Барберини и находится в Музее музыкальных инструментов в Риме. Когда выставка закончится и инструмент вернут в музей, я постараюсь сходить в Музей музыкальных инструментов. Он находится недалеко от моего дома. Сейчас арфа находится на выставке, и мы можем ее рассмотреть. А я хочу сходить в Музей музыкальных инструментов для того, чтобы посмотреть, какие еще интересные инструменты там есть. А я хочу сходить в Музей музыкальных инструментов. А я хочу сходить в Музей музык Herseth. Вот я хочу сходить в Музей музыкальных инструментов. Дворец Барберини еще в 17 веке был украшен как музей. Тогда они еще не знали, что в будущем здесь будет настоящий музей, где мы с вами будем ходить и наслаждаться великолепной коллекцией, собранной когда-то семьей Барберини. Здесь находились картины, древние статуи, памятные вещи, бюсты, необыкновенная библиотека. Много всего было найдено при археологических раскопках, все было отреставрировано, а потом ими украсили дворец и сады. Как вы уже заметили, на этой выставке нас окружает много пчел, как будто мы находимся с вами в пчелином улей. Пчелы – это символ могущественной семьи Барберини. Этот символ олицетворяет трудолюбие, а ведь вначале герб украшал слепень, а потом изменили немного форму и из слепня сделали пчелу. Но как изменилась символика? Сейчас у нас 2023 год. Кардинал Мафео Барберини был избран на конклаве папой в 1623 году. Это годовщина. В этом году, ровно 400 лет назад, был избран новый папа, который вошел в историю как папа Урбан VIII. В честь этой годовщины и была организована эта выставка. На выставке представлен необычный экспонат. Это гвоздь пантеона. Его вес – 15,5 килограмм, длина – 53 сантиметра, и диаметр – 6,6 сантиметров. В 1625 году папа Урбан VIII приказал снять бронзу с портика пантеона. Папу обвинили в вандализме, на что он заявил, что бронза будет использована для балдахина собора Святого Петра. Однако эту бронзу использовали для отлива 80 пушек для замка Святого Ангела. А огромные гвозди пантеона раздавали как подарки и реликвии. Кстати, папа Урбан VIII был на папском престоле 21 год. При его правлении было построено очень много дворцов, зданий, фонтанов, и везде есть его символика. Вы представляете, сколько пчел разбросано по Риму? Трудно сосчитать. Переходим в другую часть дворца. Я поднимаюсь по монументальной лестнице Бернини. В залах второго этажа находится вторая часть выставки. Конечно, помимо экспонатов выставки, привлекает и основная коллекция дворца. Раньше этого зеркала на полу не было. А сейчас посмотрите, как удобно через него рассматривать великолепный потолок зала. Продолжение следует... В самом красивом зале дворца Триумф Божественного Провидения, над которым работал в XVII веке Пьетро Докартона, представлены гобелены, которые были сделаны на фабрике гобелена в Барберини. Часть гобеленов привезли из музеев Ватикана и большую часть – из Соединенных Штатов Америки. Благодаря выставке, посвященной папе Урбану VIII, они впервые за долгое время выставлены вместе. Великолепную работу Пьетро Докартона надо рассматривать отдельно. Здесь очень много символики, и на это стоит выделить отдельное видео. А пока мне хочется просто показать вам эту красоту. Я обязательно еще вернусь в этот зал, для того, чтобы подробно показать вам эту фреску и раскрыть все символы, которые здесь спрятаны. Спасибо. 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 В 1940 году кардиналу Мазарини через своего агента в Риме удалось убедить Урбана VIII уговорить своего скульптора Джан Лоренцо Бернини создать портрет кардинала с нарисованного портрета. Рубашка с широким воротником, пуговицы, выходящие частично из петлицы – это является отличительной чертой портретов Бернини. Из Национальной галереи Лондона привезли на выставку тройной портрет кардинала Ришелье. Этот портрет долгое время ошибочно считался картиной, которую использовал Бернини в качестве модели для Бюста. А портрет на самом деле был написан позже на два года. И последний зал выставки. Здесь находятся большие и великолепные полотна. На картине изображено торжественное празднование столетия основания Ордена Иезуитов. Торжество было организовано кардиналом Антонио Бернини. Благодаря художнику мы с вами тоже можем побывать на этом торжестве. Давайте рассмотрим это полотно поближе. На моих экскурсиях по Риму я очень часто советую моим туристам посетить церковь имени Иисуса. Она просто великолепна. А если вы придете туда еще и в 17.30, то вас будет ждать сюрприз. Об этом я неоднократно рассказывала на моем канале. Продолжение следует... Праздник на площади Навона во время карнавала 25 февраля 1634 года. Картина документирует рыцарский турнир, организованный кардиналом Антонио Бернини на площади Навона в честь визита принца Польши. Это 1634 год. Это было грандиозное событие. Его увековечили на многочисленных картинах и гравюрах, хотя польский принц не смог участвовать на этом мероприятии. Его вызвали на родину на несколько дней раньше. Ну а эта картина была написана в памяти захватывающем празднике, который проходил во время карнавала в 1656 году. Праздник был организован семьей Бернини в честь Кристины Шведской. На картине изображено более 200 фигур. Среди них зрители и главные герои сцены. Эту картину можно назвать документальное свидетельство о театрализованных представлениях в эпоху барокко. Рассматривая картину, декорации, костюмы, сценические машины, я просто поражаюсь умению в то время, в 17 веке, отдыхать и развлекаться. Скандальная королева Швеции незадолго до этого праздника отказалась от престола, приехала в Рим, приняла католицизм и осталась жить в Риме до конца своих дней. Ей пришлось сделать выбор, так как в ее стране, где она родилась, была протестантская вера. Она приехала в Рим при папе Александре VII, благодарность за это при крещении она взяла имя Александра. Кристина Шведская въехала в Рим в 1655 году, и по поводу ее приезда в Риме начались роскошные торжества. Да такие роскошные, что местная знать соревновалась между собой по подготовке к праздникам, кто роскошней и кто прекрасней проведет праздник для Кристины Шведской. В числе и римской знати была и семья Барберини. Тут я хотела бы сделать небольшое отступление и рассказать, что после того, как папа Урбан VIII умер, понтификом стал Иннокентий X Памфили. Он обвинил папу Урбана VIII и его семью в расточительстве, и можно сказать, что многие из Барберини бежали во Францию. Сейчас же, рассматривая картину, мы находимся в 1655 году. В это время уже несколько месяцев, как был избран новый папа, папа Александр VII Киджи. И тут Барберини вновь показали себя. Они показали себя, что они на коне и что еще могут выйти на сцену. Таким образом, они продемонстрировали свое могущество и богатство. Во все времена необходимо вовремя о себе напоминать, чтобы про тебя не забыли. И они это сделали. Они превзошли по роскоши и масштабу все проведенные ранние праздники в XVII веке, в том числе и праздник, посвященный принцу Польше, который проходил в 1634 году. Как же интересно рассматривать такие большие картины в деталях. Если даже вы приедете в Рим, когда выставка закончится, у вас в любом случае будет возможность рассмотреть эту картину. Она будет находиться в Палаццо Браски на площади Навона. Перед любым произведением искусства и перед всем, что создано человеческими руками, всегда хочется остановиться и задуматься, для чего это было сделано, какую мысль автор хотел нам передать. И поэтому перед каждым произведением надо остановиться и задуматься, чтобы понять его. Очень часто я замечаю, что люди, которые приходят в галерею, просто проходят зал за залом. На что-то обращают внимание больше, на что-то вообще не обращают внимания. А ведь в каждом этом произведении есть идея, какая-то тайна, смысл и, конечно же, история создания шедевра. И все это становится интересным только любознательному туристу, таким, как мы с вами. 10 мая я уезжаю во Флоренцию, потом между работой у меня уже запланировано посещение галерей Боргези, так как я вам обещала более подробно остановиться на картинах галереи. Так что в планах у меня много всего интересного. Я пополную свою попытку знаний, открываю что-то новое и обязательно буду делиться с вами. На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами. Как всегда, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, пишите комментарии и до новых видео, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok